Это что называется общий подъем. У нас в гостях президент региональной общественной и культурно-просветительской организации Альянс Французский Новосибирск Татьяна Широцкая и коллекционер, искусствовед Александр Цибин. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Напоминаю, что собрались мы по случаю открытия скорого выставки «Шелковый лабиринт», которая пройдет в Новосибирском краеведческом музее, станет одним из ключевых культурных событий французской весны 2018. Французская весна намечается в Новосибирске? Французская весна уже идет. Она идет вовсю, начиная с 20 марта, когда во всем мире отмечается Международный день франкофонии. О! Есть даже такое! А я и не знал, что любовь может быть жестоко. Мы неосведомленная глушь с тобой. Давайте про Альянс Французский Новосибирск, как они участвуют во французской весне, вообще что это за организация, когда она появилась, для чего и для кого. На самом деле, нашей организации уже практически 135 лет в этом году. Она была основана, соответственно, 135 лет назад великими просветителями того времени, среди которых есть Жюль Верн и Луи Пастер. И основными целями и задачами этой организации... Жюль Верн хотел с Новосибирском сотрудничать? Он хотел сотрудничать абсолютно со всеми городами всей планеты, я так подозреваю. И основными целями и задачами нашей организации является распространение, продвижение французского языка, французской культуры. В том числе с помощью подобных мероприятий. Конечно, да. Что там мы делаем для того, чтобы во Франции продвигать русскую, новосибирскую, сибирскую культуру? Конечно, делаем. Или только... Мы постоянно слушаем Патрисию Касс, Милен Фармер, Джо Досена. Нет, именно организация... Мне кажется, эти артисты, я их даже французские, не знаю, мне кажется, они французские и российские уже автоматические. Да. Ну, на самом деле, да, задача нашей организации все-таки в продвижении французской культуры в России, но тем не менее мы работаем и в обратном направлении, поэтому если есть какие-то цели, задачи, какие-то интересы связаны в этих областях во Франции, то мы, соответственно, способствуем, используя наши ресурсы. Ну вот про цели мы поняли, продвижение французской культуры в России. А вот задачи? Поподробнее. Задача заключается в том, чтобы как можно большее количество людей говорило по-французски, знало французскую историю. Тогда по-другому, знаете, какие средства? Средства, хорошо, образовательные мероприятия, культурные мероприятия, но прежде всего это обучение французскому языку, конечно, прежде всего. И затем уже сопутствующие культурные мероприятия в различных сферах. Это и музыка, это кино, это театры, это различные творческие мероприятия, к которым, кстати, такие необычные, к которым относится наша выставка. Я бы всё-таки её больше творческим таким мероприятием назвала. Но тут, наверное, лучше спросить Александра про «Шёлковый лабиринт», почему именно эту выставку привезли в рамках «Французской весны», какие там самые интересные, ценные экземпляры, кому они принадлежали, что известно об их авторах. Самый смак нам, пожалуйста. Вы знаете, наверное, эта выставка уникальна тем, что больше в нашей стране ни у кого такой коллекции, такого масштаба и такой необычной, в первую очередь, коллекции в нашей стране больше ни у кого нет. И суть выставки в том, что мы хотим показать, что платок – это не просто утилитарный аксессуар, а это в первую очередь произведение искусства, над которым работали различные художники, известные, малоизвестные или же ставшие известными после сотрудничества с Домом Пермес, который для многих художников и стал той самой ступенькой в жизнь, и после работы с ними они стали уже, собственно, состоявшимися художниками. И эта выставка – это плод нашего супруга многолетнего труда, собирательства, и собрав какую-то, знаете, критическую массу предметов в коллекции, мы решили, что, наверное, хорошо бы их показать людям. И в прошлом году мы сделали выставку первую в Москве, потом летом в рамках Петербургского экономического форума сделали выставку в Петербурге, и сегодня мы приехали в Новосибирск, и рады представить часть нашей коллекции новосибирцам и гостям города. Она настолько огромная, что только часть, да? Вы знаете, у нас порядка 700 экземпляров в коллекции, а в Новосибирском краеведческом музее мы покажем около 80. Ой, прям чистюлечка такая! 700! Вы знаете, вы придете, вы поймете, что даже 80 с удовольствием, сколько лет ушло на собрание, где вы успели побывать и с кем пообщаться собираете? Ой, вы знаете, это такой удивительный мир, если, скажем, старые Вины или классические автомобили собирают довольно большое количество людей в мире, или живопись, то платки Эрмес, как выяснилось, собирает очень ограниченный круг лиц, причем самое удивительное, что помимо того, что по идее их должны собирать в основном женщины, но среди коллекционеров, именно вот таких вот серьезных, увлеченных коллекционеров-исследователей, вы знаете, примерно половина, наполовину и мужчины, и женщины. Мне кажется, просто потому, что в принципе мужчины очень склонны к такому азартному коллекционированию, чтобы получить себе в коллекцию, мне кажется, может, я ошибаюсь, по-моему, это мужское истремление. Ну, одно дело, крышечки, понимаешь, там, какие, от пивных бутылок, секретные пачки. Да, да, да. Про крышечки, да что сейчас? Вот я, знаете, хочу, можно я скажу о своем впечатлении? Я, когда впервые увидела эту выставку на Петербургском экономическом форуме, я была удивлена, я очень давно увлекаюсь этой темой, но не как профессионал, как любитель, и когда я зашла на выставку, я обнаружила, что в коллекции есть экземпляры, дизайны которым были созданы русской художницей. И для меня это, наверное, этот момент стал такой отправной точкой для принятия решения. Что вот это мы берем. Что вот это мы берем. На самом деле, во-первых, там, русский алфавит. Я зашла на выставку и вижу русское слово «забабушка». Боже мой, что такое? Откуда за бабушка? Эрмес. И я начала изучать эту выставку. Затем вот мы уже познакомились с Александром, и я считаю, что у нас такой достаточно удачный тамбел. Вот так выставка попала именно в Новосибирск. После рекламы вернемся и расспросим наших гостей еще поподробнее про конкретный экземпляр. Вкушение выставки «Шелковый лабиринт», которая будет открыта 18 апреля в Новосибирском краеведческом музее, мы встретились с президентом региональной общественной культурно-просветительской организации «Альянс Францесс» в Новосибирске Татьяной Широцкой и коллекционером-искусствоведом Александром Цибиным. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы хотим рассказывать о том, что, собственно, уникального и интересного в выставке. И за эфиром успели уже с Александром поговорить о том, с чего, собственно, начинался, оказывается, тот самый дом Эрмес, который, чьи платки привезли к нам в Новосибирск. Начинался дом 180 лет назад, в 1837 году, когда эмигрант из Германии основал мастерскую по производству упряжек для лошадей. Вот, представляете, какие-то седла делали люди, и в итоге выросли в то, что мы видим сейчас. Это огромнейшая, наверное, корпорация. Я-то вообще думал, что они производят туалетную воду, понимаешь? А оказывается, вот он еще. И это не только платки и туалетная вода. Да, я думаю, что там еще есть чем гордиться. Тысячи предметов разнообразных, начиная от какой-нибудь крошечной коробочки серебряной и заканчивая автомобилем. Автомобиль? Ну, они делают эксклюзивную обивку для автомобилей, потому что они лучше всех в мире работают с кожей. Как страшно представить, сколько это стоит даже, даже можно и спрашивать. Вернемся к платкам, все-таки огромная... К выставке, да. И да, проделана работа вами, в частности, в том, чтобы все это найти, договориться, выйти на кого-то, кто тоже этим занимается. И подробности мы хотим знать. Может быть, какие-то, да, отдельные экспонаты. Отдельные экспонаты, которыми вы особенно гордитесь, чем они так примечательны, как, например, тот, о котором рассказал Татьяна. Может, какая-то история есть? Вы знаете, конечно, истории, даже, пожалуй, две, связанных в первую очередь с Россией, с нашей прекрасной страной. Значит, самый ценный для меня лично экспонат, это платок, который выпустил Дом Армес в 80-м году к Московской Олимпиаде. То есть, представляете себе, разгар холодной войны, весь мир ненавидит нас за ввод войск в Афганистан, бойкот Олимпиады, и при этом в 79-м году едут наши представители оргкомитета в Париж, встречаются в штаб-квартире дома, с главой дома Жаном Луи Дюма, который, кстати, был русофилом, то есть он обожал Россию, ее культуру, очень хорошо знал русскую культуру и историю. И, соответственно, Жан Луи Дюма предложил на выбор нашей делегации несколько дизайнов, ими был выбран один, который называется «Скирос». Он очень русский, вы когда придете, вы поймете. Такие птицы, их можно посчитать русскими, они, безусловно, они такие славянские очень, потому что это греческие узоры, они с греческого острова «Скирос», дизайн так и называется «Скирос». На острове «Скирос» там находится гора Олимп, то есть там очень много символов. Это были такие вышивки подолов свадебных платьев невест с острова «Скирос», и выбрали наши представители этот дизайн. Плодок получился совершенно фантастический. Для форума сборной Советского Союза нет? Нет, 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 это был подарок, это был такой эксклюзивный подарок нашего оргкомитета самым важным гостям, которые приезжали в Москву. Как сувенирное. Где вы его достали в итоге потом? Вы знаете, практически все платки мы купили во Франции, потому что Франция это, собственно... Вот так вот. Подарили, потом обратно забрали. Вы знаете, ну да, да, бывает и так. Может быть, кстати, кто-то из дома «Эрмес» со временем вышел на пенсию, и у него это сохранилось, и он продал. Ведь французы жуткие старьевщики, они барахольщики, они хранят все. Это вот плюшкины в высшем понимании. Во Франции на любом блошином рынке аукционе, аукциончике, можно купить все, я не знаю, от пуговицы до ракеты. Какого-нибудь там двухсотлетней давности. Совершенно верно, конечно, конечно. И вы купили все эти платки у разных людей. У разных людей. Аукционы. Ведь во Франции практически все продается с аукционов. Это связано с их законодательством. У них безумно развитая сеть аукционов. В каждой деревне обязательно будет свой аукцион, аукциончик. Обязательно. И можно купить все. И большую часть нашей коллекции мы собрали именно там. На аукционах. На французских. Именно французских. А еще раз, можно сколько лет заняло у вас вот это коллекционирование? Вот все, от первого платка и до последнего. Мы 8-9 лет мы собрали такую коллекцию. Ну, это достаточно быстро, учитывая, что 700, извините. Достаточно быстро. Но вы знаете, как в любом коллекционировании, мы сначала покупали все. То есть вот этот азарт от покупки. А было такое, что потом поняли, что какую-то подделку нашли? Вы знаете, вот подделок, мы, бог миловал, мы не покупали, один раз купили на аукционе в Стокгольме, мы купили поддельную шаль. И то сами специалисты даже и не понимали, что это подделка. Это был один единственный раз. А как вы это сами поняли, или вы когда-то раз консультируетесь с какими-то экспертами? Вы знаете, экспертов не существует. Более того, нет ни одного полного каталога. Ведь за 80 лет выпуска платков Дом Эрмес так и не выпустил полного каталога своих дизайнов. И все, что мы на сегодня знаем, это либо плод нашей собственной работы, либо это помощь коллег. В основном это иностранцы, люди такие же точно энтузиасты своего дела, которые занимаются исследованием, изучением дизайнов. Потому что каждый дизайн имеет под собой какую-то интересную и значительную историю. То есть про каждый платок можно рассказывать, рассказывать... Вот, кстати, о дизайне. Что-то известно о дизайнерах, которые делали это для Эрмес? Ну, конечно. О каком-нибудь таком тоже самом интересном. Вы знаете, мой любимый художник, это французский график, граф Ксавье де Паре, который родился на ферме в начале 20 века. И он всю жизнь рисовал только животных и птиц. Исключительно. Это был художник-анималист. Это был потрясающий график. У нас на выставке будет представлено несколько его платков. Это совершенно потрясающе. Конечно, еще нельзя не упомянуть о любимом художнике Татьяне Евгения Мирошниченко, которая... Это вот тот самый русский платок, да, Заболожий? И не только, да. Александр расскажет сейчас. Которая в 2004 году отправила свои рисунки в Париж, в дом Эрмес. И ее заметил Жан-Лой Дюмак, который в тот момент еще руководил домом. Он пригласил ее в Париж. И они дали ей возможность рисовать в музее дома Эрмес. И, соответственно, плодом вот этой вот встречи, вот этого сотрудничества, стал платок русский алфавит. Кстати, я... Там прям просто буквы? И все? Русский алфавит. Кириллица. Это смотрится просто фантастически. Для них это, наверное, вообще тоже другое восприятие. Это, конечно, экзотика. И вот, насколько мне известно, русский алфавит продавался хорошо, но не вау. А после этого... Следующий платок, который был нарисован Евгений под названием «Забавушка», который... Это, знаете, такой квадратный маленький мир шелковый, который населен традиционной классической русской игрушкой. И название «Забавушка» — это не абстрактное слово, а название конкретного московского частного музея русской игрушки. Он так и называется — «Забавушка». Я забыл, говоря о моих любимых дизайнах, я забыл упомянуть о платке, уникальном платке, который многие журналисты называют «Царь платок». Это платок, который был выпущен к премьере фильма Никиты Сергеевича Михалкова «Сибирский цирюльник». Эти и другие платки вы увидите, когда придете в Новосибирский краеведческий музей. 18 апреля — открытие выставки. Огромное вам спасибо. К сожалению, время уже эфирное подходит к концу. Александр Цибин, Татьяна Широтская были у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.